Добрый день, уважаемые участники, организаторы, гости. Мне очень приятно сегодня представлять здесь компанию Биотехагра. Компания Биотехагра на рынке биопроизводителей уже более 17 лет. На сегодняшний день хочу сказать, что компания Биотехагра стабильно удерживает надежные позиции в числе крупнейших производителей биопрепаратов для животноводства и для растеневодства. Я подробно останавливаться на каждом из препаратов не буду. Это мы вас всех вооружим каталогом, в котором будут отражены подробные инструкции, какие препараты, для чего, от чего, схемы. Прошу обратить внимание в каталогах. Также в каталогах собрана информация, кто применял наши препараты, когда работал, в каком году, что получили. Теперь коротко хочу сказать о компании Биотехагра, в том плане, что все препараты, а это биофунгициды, биоинсектициды, биодеструкторы, микробиологические удобрения, они все на основе живых микроорганизмов, которые, в свою очередь, берутся из всероссийской коллекции промышленных штаммов. Это более 200 видов. К каждому препарату у нас свой подход, скажем так. Все штаммы, они имеют свой паспорт, сертификат, поэтому все препараты зарегистрированы. И, я уверена, нас уже достаточно широко и далеко знают, поэтому за много лет работы. Хотелось бы отдельно сказать, что компания Биотехагра, основное тоже направление в компании, это помимо коммерческих, конечно, чтобы вооружить и продать препарат для биологического направления, компания Биотехагра оказывает еще и сопроводительную помощь. То есть, это очень важно. И я прошу на этом заострить внимание, в том плане, что когда ты приезжаешь в хозяйство, это я сама лично на своем опыте убедилась, когда приезжаешь, и тебе говорят, ну, работали в биологии, это не помогает. Ребят, все помогает, когда ты вооружен знаниями, как применить, какой предшественник, какой агрофон, какой сорт, какое растение, какая фаза развития. Это все нужно объяснить. Мне понравилась фраза, как недавно один фермер мне сказал, что, вы знаете, я бы биология, вот я не знаю, как вот поработать, я и на лошади хочу покататься и боюсь залазить. Поэтому, ну, как сказать, ребят. Поэтому наша работа нацелена на то, чтобы вам объяснить, как, почему и когда применять биопрепараты. На сегодняшний день мне очень приятно здесь присутствовать на этом мероприятии вдвойне, потому что на сегодняшний день с этого года заложен у нас опыт в этом хозяйстве, опыт применения биофунгицидов в системе защиты картофеля. Мы, скажу так подробно и останавливаясь на этом опыте, мы не меняя ничего в схеме, мы не делаем никакую революцию, мы, наша задача познакомить в этом году именно с фунгицидом, насколько биологические фунгициды сдерживают фонд заболеваний. И я еще расскажу. За период вегетации, за период выращивания растения, в свою очередь, испытывают большую нагрузку, согласитесь, с химическими препаратами, поэтому здесь задача биологии именно помочь удержаться от вредителя, максимально не затрагивая иммунный статус растения, потому что, еще раз повторю, все препараты биотехагра, они на основе живых культур. И все находящиеся здесь, и производители, и фирмы, я уверена, все знают, что природа происхождения заболеваний, она имеет грибной и бактериальный характер, то есть это все те же живые, скажем так, вредители. Но наша задача, наша программа, именно подобным сродни этим вредителям прийти и, скажем так, помочь той же матушке-земле. И, естественно, это, хочу подчеркнуть, это не дань моде, да, там это все экологично, это безопасно, да, это безопасно для почвы, да, это безопасно для людей. Придя сюда на сегодняшний день, да, проводя опыт, я хочу сказать, что мы предварительно уже имеем достаточный багаж знаний, да, именно по картофелю. Были проведены серии опытов, это Краснодарский край, Институт биологической защиты растений, где получены данные. Это Калининский район Краснодарского края, в прошлом году там активно проводили опыты. Это Волгоградская область, это Государственный агроуниверситет. На сегодняшний день ведутся также в областях Волгоградской области, также продолжаем в Краснодарском крае, в других областях мы ведем подобные опыты. И что хочется отметить, на основании тех уже проведенных опытов, которые уже прошли. Значит, по прошлому году мы сравнивали урожайность, это порядка, прибавка от 10 до 25 процентов. Это очень такой внушительный результат. Но самый колоссально внушительный результат, помимо того, что урожайность, это еще и экономия денежных средств. Потому что по сравнению с химическими препаратами, мы считали затраты на весь период вегетации, когда проводили опыт, и получилось, что в некоторых хозяйствах затраты были меньше в 3 раза, в некоторых в 6, а в некоторых и в 7 раз. Поэтому, ребят, эта цифра не на, а в 7 раз, в 3 раза. Поэтому для производителя это тоже немаловажно, это экономика, которая складывается. Поэтому, помимо этого всего, когда проводились подобные испытания в институтах, о которых я уже сказала, там был очень подробный подход, в том плане, что исследовался микологический состав почвы до проведения опыта, после проведения опыта. И очень немаловажно, когда проводили уже заключительные выводы, было отмечено, что именно по качеству картофеля цифры были значительно выше по крахмалу, по витамину С, по содержанию сухого вещества. То есть, мы, поймите правильно, мы с разных сторон, как бы говоря уже и о качестве, и о количестве, да, и как бы по затратам, это очень важные нюансы. Поэтому на сегодняшний день мы здесь работаем, заложили опыт. Конечно, мы поделимся результатами этого опыта. Я хочу поблагодарить отдельно специалистов этого предприятия, потому что с ними приятно работать. Вот всегда заранее договариваешься, приезжаешь, готовая техника, все тебя внимательно выслушивают, тебя ждут, тебе помогают. То есть, видно, что люди подходят очень серьезно к этому. Поэтому огромное вам спасибо. Спасибо за то, что вы нам доверяете. Ну и мы будем, в свою очередь, помогать. Я всем желаю искренне крепкого здоровья и успеха в вашей работе. Спасибо. Если какие-то вопросы, конечно, обращайтесь. То есть, тут химии не было? Я скажу, значит, при посадке была химия, химическая обработка. Ну, это как бы дает основание, чтобы потом, в последующий. А по вегетации была одна-единственная первая обработка химии. Все, в последующей обработке уже пошли биология. А сколько их было? Уже было две обработки у нас здесь. Через сколько дней? Через 7 дней. Да, каждую неделю. Есть еще вопросы? Я хотела бы еще один такой нюанс сказать, что очень часто задают вопрос по поводу сроков хранения и применения препаратов. Ребята, это немаловажный вопрос. Работать по регламенту. Многие химические препараты работают ни в жару, ни в яркий солнечный свет. Поэтому ультрафиолет, это нет, это не наш товарищ. Работаем мы в 6-7 вечера, начинаем свои работы. По хранению препарат, логистика сейчас шикарно развита. И мы, опять же, все это в диалоге. Если вам необходим препарат, вы заказывайте, и мы с производства доставляем сюда любой компании, которая вам удобна. Препарат хранится у вас на месте в порядка двух недель. При вот такой вот температуре единственное только обязательное условие это темное сухое помещение, проветриваемое, а так в остальном. Потому что у нас живые культуры. Да, там высокие. Штаммы разные, более 200 видов. Опять же, вот если здесь фунгицидные обработки, здесь сейчас идет бактериосоптилис, ну и псевдомоны есть, и триходермавириды есть. То есть здесь определенный набор. При определенной фазе, опять же, при определенной культуре идет определенный набор бактерий. Ну и микроорганизмов. Да, хорошо. Спасибо.